Так, запись я включил. Наталья, добрый день. Меня зовут Антон Корнышов, я занимаюсь ремесленным хлебом на закваске уже 10 лет. Как раз веду серию видеоподкастов с обзором текущей ситуации на рынке ремесленного хлебопечения, хлебное дело. И сегодня у нас в гостях Наталья из города Томска, которая представится, расскажет свою историю, именно своего хлебное дело про свою пекарню. И дальше мы потом поговорим про текущую... Как ваши пекарни переживают текущую ситуацию в такой зоне турбулентности мы сейчас все находимся. Вам слово, Наталья. Да, здравствуйте, Антон. Здравствуйте всем. Меня зовут Наталья Головащенко. Я хозяйка ремесленной пекарни в городе Томске. Она называется фамилия Пекарня. Мы маленькая пекарня. Я смотрю ваши записи все, потому что очень интересно слушать людей, занимающихся тем же самым. Мы, конечно, очень маленькая еще пекарня. Семейная, частная. Работая вместе с сыном, со своими взрослыми. Открылись мы 19... Ну, ладно, без чисел. Открылись мы в июне 19-го года. И вот существуем всего третий год. Занимаемся печом хлеба на закваске, конечно. Но все началось у меня так... Может, обычно, может, необычно. Все началось благодаря вам, на самом деле. Это я, правда, вам сейчас расскажу. Вернее, я математик по образованию. Работала очень долго, так успешно работала в большой строительной компании в городе Томске. Все стабильно, все хорошо. Но вот в какой-то момент, я не знаю, как так произошло, но у меня почему-то, вот почему-то пришла вот эта мысль, что я хочу этим заниматься. Поскольку я этого делать не умею, я стала искать. Дорогие, как-то вот закваска сама собой родилась в моей жизни. Я вообще не могу понять, когда-то и что. Пошла в интернет, увидела, встретилась я с вами там, записалась на курс на хлебобечения, домашнего хлебобечения. Потому что у меня была совершенно четкая мысль, что я должна все уметь сама, что я должна все уметь и не зависеть ни от каких пекарей, ни от каких продавцов. Я не знаю, откуда все это взялось, это как бы сверху. Ну и совершенно благодаря этому же вам. Вы на самом деле меня в этом любили. Я вывела эту закваску сразу с нуля, у меня все сразу получилось. Первый хлеб дома мы с мужем до сих пор помним, первый хлеб. Это было что-то вау, обыкновенно, самый простой, в первом уроке ржаный пшеничный. У меня ни в форме не было, ничего. Испекли, съели сразу, даже не смогли дождаться, когда остынет. Ну и все, закваска есть, желание огромное. Купила форму, купила кавей, пеку себе. Когда наши мои родные и близкие уже не смогли переваривать такое количество хлеба, я его принесла на работу. Ну и понеслось. Они у меня, конечно, стали заказывать все. В общем, если честно, с момента моего понимания, что я хочу открыть пекар. Я вам так сказала тогда, я хочу открыть пекар. Теперь-то я понимаю, что вам, наверное, все так говорят. И вы, наверное, делите на 84, когда вы так говорите. В общем, прошло 9 месяцев. Вот ровно через 9 месяцев мы открыли дверь нашей пекарни. Быстро созрели. Быстро созрели. Это я не знаю. Это, знаете, наверное, что-то сверху. Потому что и препятствий было много. И основным пинком, все-таки, наверное, в свою сторону, я считаю, повышение пенсионного возраста. Вот это вдруг осознание пришло того, что мне работать мы будем долго, само собой. И мне хочется заниматься чем-то таким, вдохновляющим меня. Чем-то таким, вот, такая миссия. Ну, я даже не могу объяснить это. Вот я благодарю Владимира Владимира Ручепутину. Он мне продлил пенсионный возраст до старости. Поэтому у меня теперь своя пекар. Поскольку у меня не было никакого опыта вообще пить и вообще. Просто, понимаете, вообще ничего. Кроме такого мощного желания. Дома-то меня все поддержали. Но у них тоже ни у кого нет никакого опыта. Единственный был плюс, что я бухгалтерию знаю. И уж я ее себе веду сама. Поэтому я воспользовалась услугой. Я искала франшизу. И я нашла. Фамилия пекарня – это франшиза. Но она… Я до сих пор не жалею, что я это сделала. Потому что это, знаете, такая франшиза. Она не кабальная. Они не диктуют мне ничего. Я своими делилась желаниями, что я хочу печь хлеб на закваске. Именно такой хлеб. Я его уже попробовала. Мне тут другого не надо. И все. Я и пеку свой хлеб. А это консалтинг. То есть я до сих пор не жалею, что так поступила. Но вторую пекарню, скорее всего, открою сама. Вот. Если отступительное слово. Пекарня у меня маленькая. Работают у меня четыре пекаря на сегодняшний день. Две смены. Ну, два продавца. Первые месяцы вообще очень трудно было, как выяснилось. Мы работали с сыном вдвоем. Я пекла. Он у меня продавцом. Дочь мне помогала. Ну, где-то через три-четыре месяца у нас сформировалась команда. И, в принципе, все эти люди со мной до сих пор. А в точку безубыточности когда вышли примерно? То есть, когда в ноль, вот в ноль, когда, сколько? В ноль мы вышли не скоро. В ноль мы вышли только к началу следующего года. Это сколько, через сколько месяцев? Ну, пять. Пять месяцев, да? То есть, да. По принципе, мы живем с оборотом. Вот этот мой оборот, он у меня максимальный оборот был 750 тысяч. Это максимально пока. Ну, понимаете, я понимаю, что я совсем малыш, поскольку я очень сильно в производстве. Я прям сама очень, даже до сих пор пеку. До сих пор я тоже пеку. Вам это нравится уже, да, как раз? Мне очень нравится. На самом деле, я понимаю, что нужно развиваться. Пандемия нам тоже немножко испортила жизнь, потому что, ну, я хотела бы сказать, что в Томск городе вообще не избалованный хлебом. И прям такое было ощущение, что я прям хочу этих наших людей накормить таким хлебом, показать, какой хлеб. Потому что масс-маркет – это тот хлеб, который, как наш покупатель, знаете, как говорит, знаете, мне вот сказали, что этот хлеб, который масс-маркетит, нужно, вы на кассе спрашиваете, на кассе говорите, вы его сегодня съедите? Вы его сегодня съешьте, пожалуйста. И вот так вот люди у нас же, может быть, где-то в ресторанах готовят, конечно, я допускаю, что в ресторанах в Томске, возможно, где-то есть. Ну, это же точно. А в городе у нас нет. И поэтому больших заработков нет. Мы пока себя только содержим. Ну, вы, как, спрошу так, хлеб, вот это дело, кормит свою семью? Кормит, конечно. Вот это самое важное, наверное, что... Ну, хотелось бы чуть побольше, чтобы кормила, но пока кормит так. Ну, при этом, мне на самом деле, там, это место моей силы, я там, я очень люблю святую кардию, я там получаю столько благодарности. Вот просто выйти, и эта благодарность становится кончающим потоком. Они же меня знают все, меня, моего сына, и они все говорят о том, да что же мы без вас, да у нас желудок перестал болеть, они говорят. В общем, на самом деле, я ни о чем не жалею, хотя трудностей хватает. Ну, это операционный бизнес ежедневный такой. Да, да, я... В принципе, это нормально, да, что он постоянно требует внимания. Я все время сравниваю, что пекарня – это как семейное отношение, как муж должен уделять внимание своей супруге в течение всей жизни, пока они вместе. А не то, что там 10 лет там прошло, и уже можно там как-то подзабить. То же самое пекарня, да, то есть пока вы вместе, она требует всегда внимания столько же, сколько и в первый день. Вот. У меня вопрос такой по стоимости хлеба в Томске. Мне интересно, сколько там вы, ну, там по ассортименту, если скажете, там, если там всем понятен, там, подовый пшеничный хлеб, типа тортин. Есть ли у вас такой, сколько он стоит, вес, чтобы просто понять ценовую там, какая история у вас? Да, ценовая история. Хлеб у меня разный, есть и формовой, и подовый. Освоили мы тортин недавно совсем, я очень хотела это сделать, мы его делаем. Булочки у нас небольшие, 300 грамм, 280 грамм, ну, я не про тортин сейчас вообще говорю. Хлеб у нас от 290 грамм готовый продукт до 320-350. Цена от 50 рублей до 150. А индекс тортида, давайте, как это есть? Тортин стоит 50 рублей. 150 рублей? 50, 50 рублей. Я очень хочу его продавать за 150 рублей, но у нас не прокатит. 300 грамм, получается, 50 рублей, это килограмм примерно, ну, там, так, сейчас, секунду. Ну, на 3,5 умножим. Да, это килограмм как раз где-то 150 примерно рублей. Ну, в целом, по региону я вам скажу, что это, ну, нормально, ну, то есть, как бы, знакомая мне цифра. Нормально? Потому что наши покупатели, они вначале все говорили, что у нас дорого. Ну, это вам, не мне вам рассказывать, да, они все говорят дорого. Потом начинают пробовать. Вот после того, как попробовали, я теперь, для меня сложно поднимать цены пока. Мы их поднимали, на самом деле мы поднимали, удивлялись, что реакции нет. Ну, подняли, мы все понимаем, конечно, мы же работаем. Так. Вот такая история. А что еще, кроме хлеба, у вас есть какая-то кондитерка? У нас хлеб, у нас мёка-штучка. Мы делаем сдобную, мы делаем сладкую продукцию и сытную продукцию. Отдельная витрина хлеба, это у меня ежедневно на прилавке более 13 видов. И некоторый хлеб мы печем прямо через день. Потому что особенность моей пекарни, она очень маленькая, камерная пекарня у дома. У нас 85% это постоянные покупатели. Они приходят через день. Есть, конечно, офисы, но у нас прям мы людей в лицо знаем. Мы с ними общаемся, мы с ними здороваемся. Наши продавцы знают, кто за каким хлебом пришел, как правило. И две, есть сытная продукция, это всевозможные пирожки, киши, маленькие пиццы с начинками. Есть сладенькая, это сдоба, это песочная продукция, песочное тесто. Ну, много разных. То есть у нас три витрины и вот полка хлеба, полка сладкого, полка светлого маффины. Слойки у меня нет, потому что производственные помещения не такое великое. Сколько у вас, кстати, площадей? У меня сейчас, мы переехали в помещение, увеличили немножко отделы. У меня сейчас общая площадь всего вместе с магазинчиком 70 квадратов. 70. То есть у меня 50 квадратов, это производственная часть, складская часть и даже у меня там теперь есть маленький кабинет. А, и где-то около 20, как раз это уже магазинчик, да? Да, да. А все продажи происходят в самой пекарне или что-то доставляете? Какие-то есть мелкие, что-то еще, ну, то есть вот как? Да, в основном, конечно, в самой пекарне к нам обращаются многие кофейни, но они сами забирают у нас это, то, что не делают сэндвичи, всевозможные браскеты. И еще два магазина терминских у нас берут хлеб два раза в неделю. Угу. Вопрос еще... Ну, да, я так понимаю, что, скорее всего, где-то порядка, там, наверное, 90% у вас это все-таки то, что в самой... Розница наша. Ваша розница. Ага. А такой еще вопрос, это самый, наверное, сложный, когда в начале, как набирать свою вот эту базу первоначальных покупателей, как вы это делали? Это было просто сарафанное радио или что-то еще, какой-то использовали инструмент там? Как, помогал ли Инстаграм в начале? Нет, я Инстаграмом не пользовалась, ввиду того, что я как раз сама пекла, ну, то есть Инстаграма недавно. Вернее, мы его начали давно, но нормально заниматься начали не так давно. Мы открылись в июне для Томска, наверное, для других регионов тоже. Лето – это не самый жалкий период. Тем более, что мы как бы новая позиция, мы себя как будто позиционируем, хлеб у нас дорогой. И нас прям заходили и говорили, да, вы скоро закроетесь. Особо радости никакой. Да-да-да, знакомые. Это все через эту историю проходят, не переживайте. То есть обязательно находились люди, которые с тобой говорили о том, что у нас все так. Если предлагать попробовать, может быть, у нас люди такие, они, в общем, они сильно пробуют, понимаете? Даже не могу понять, почему. Мы тогда пошли на такие уловки. У нас, если оставалась продукция, она на следующий день шла со скидкой 30%. И знаете, через какое-то время люди хитрые, они ждали, чтобы они не покупали, чтобы она оставалась со скидкой 30%. Вот, и мы стали, во-первых, мы скидку уменьшили, во-вторых, мы стали проводить розыгрыши. Мы теперь проводим три раза в год розыгрыши и чеков. И дарим аж пять подарков. Это имеет, это прям природа у нас такое имеет. Летом мы дарим корзинку хлеба, мы делаем небольшие, там, прям много хлеба соберем, к небольшому объему, к уменьшему. Человек выигрывает, ну, у нас так и было, выигрывал эту корзину хлеба, он ее сам съесть не может. Он угощает родственников, угощает своих соседей, и все, эти люди уже наши клиенты. В следующий раз мы смотрим, у нас пироги на заказ подзависли. Вот 8 марта мы провели розыгрыш, подарили пять пирогов с капустой. У нас теперь идут заказанные пирогов. То есть это вот такое, это сарафанное радио. У нас в Томске, я думаю, что это основное сарафанное радио. Потому что после первых двух месяцев работы, когда вот мы даже давали людям продукцию, которая осталась, возьмите дома, съешьте. Они же не будут в магазине есть. У нас в магазине не очень любят пробовать, вот почему-то, да. Ну, наверное, информация прошла, потому что к нам приходили из других пекарен. Пекарен в Томске много, но они в основном пирожковые. Над хлебом тут не работают. То есть это два вида хлеба, обязательные смеси, вот такой вот формат. И к нам приходили из других пекарен, я прям сама работала, видела, когда покупатель стоит и покупает каждые булочки по одному виду. А, да, да. Подозрительно, да, как говорила. Ну, признаются, да, что вот у вас лучший хлеб в городе. Мы везу своему технологу, пусть разбирается. Понятно, да. Даже к нам, знаете, шпионаж был промышленный. Нам технологов подсылали. Чтобы тут это, да, да. В общем, сарафанное радио. Да, знакомое. Сарафанное радио. А сейчас уже, да, сейчас время прошло. Приезжают из других районов города по раз, два раза в неделю берут своим соседям и только спрашивают, когда вы откроетесь в нашем районе. Из другого города, ближайшего, приезжают. Но, к сожалению, пока мне пандемия... Ну, не все так просто, открыться не могу, но очень хочу. А у вас производственной мощности хватает еще больше производить? Или вы уже так, на пределе? Если даже хлеб не каждый день печете, мне кажется... Мы печем его не потому, что не каждый день. Потому что у нас 90% своих покупателей. А они через день берут этих. А, да. То есть, это график, так удобно. Мы можем печь больше, можем. Ну, то есть, мощности есть? Например, даже какую-нибудь точку открыть и туда отправлять хлеб, это реально для вас? Это реально, но я просто, наверное, не хотела бы точку открыть. Все-таки горячий хлеб, где пахнет, где мы тут же печем, я бы, наверное, хотела вторую точку открыть. Причем у меня сейчас такие мысли. У меня вот до всего этого было уже четкое формирование, чего я хочу. Я хочу открыть вторую точку, немножко побольше площади, чтобы у меня был зал для мастер-класса. Вот я вчера, сегодня, вернее, послушала интервью семей. Да, Лера и Дима. И вот это вот, да, вот эти посиделки, это как раз то, о чем я хотела. Может быть, завтраки такие проводить. Я даже специально подчеркнул эту тему у них, потому что хорошая идея. Я просто даже на это сфокусировал внимание. Я думаю, ну, вот и как раз вам она тоже понравилась. Я вообще смотрю все интервью, которые вы делаете. И в каждом интервью, какая бы пекарня ни была, большая мало для меня всегда что-то не стало. Благодарю. Ну да, мы для этого и стараемся как раз, чтобы информация, она перетекала между нами. Еще был у меня вопрос по поводу, так, доставки у вас, получается, никакой нету, да? То есть, в общем, как-то так, пока кто-то привозит там, ну, в смысле, приезжает и просто забирает там. Да, они сами забирают, они даже пытаются доставку делать, но на самом деле очень транспортные расходы очень выросли. И людям, конечно, им неинтересна эта цена. По томским меркам у меня не самый дешевый клет. Им тогда надо брать большую партию, понимаете, чтобы не было интересно. Они тоже берут каждый день, но понемножку. В связи с текущими событиями вы уже почувствовали какой-то, ну, то есть у вас уже закупка произошла по новым ценам? Или еще пока вы там не стали это закупаться, как у вас дела? Вот еще два дня назад я думала, что все беспокоиться. Ну, не так страшен черт. Вот два дня назад я расстроилась, конечно. На самом деле я очень расстроилась, потому что цены выросли. Они не просто выросли, они какие-то гигантские, они какие-то ненормальные. То есть минимум на 50%. И я понимаю, что этот товар не был куплен или произведен вчера. Он там где-то лежал, но просто сегодня стоит, например, помадка, которой мы пользуемся, ну, такая похожая, как в Советском Союзе, помадка, мы пользуемся, и она у нас была по 120 рублей, она сейчас стоит 20 рублей. Это колоссально. Сахар у меня стоит 85 рублей. И это начальные цены. Я понимаю, что это вот начальная цена старта. Если для хлеба не так страшно, все-таки моржа у меня в хлебе хорошая. Ну, у нас там соль, вода, мука. И мука у меня не сильно подорожала. Мука у нас все-таки в Томске-Миннице здесь производит 28 рублей пшеничная мука. Я слышала, цены по другим регионам бывают гораздо выше. Ну, цельнозерновая, конечно, мука дороже. А, вы пользуете местные, получается, и у вас нет такой логистики? Нет, почему? У нас, я пользуюсь вышкой и ржаной мукой местной. У нас есть производитель Томск-Миннице. Я вообще стараюсь местными пользоваться. Это нам дешевле. А вот цельнозерновую муку нам привозят. И гречневую, и ржаную, и пшеничную. Это все наши местные пшенички привозят, я так понимаю, с Алтая. У нас Алтай рядом. Вот, оттуда можно привезти. Ну, понятно. То есть хотя бы основная мука, которая идет для хлеба, она хотя бы местная. Вот мы сейчас с Хабаровском общались, они говорят, у нас килограмм муки мог стоить 75 рублей, ну, там, хорошего, сока белкового, и 75 рублей привезти этот килограмм в Хабаровск. То есть вот я про это говорю. То есть нет такого дорогого логистического ключа, который, в общем-то, для некоторых он необходим просто. Да. Поэтому я говорю, что у меня, конечно, все, что с начинками, расстройство, одно расстройство. Ну, зато хлеб. Хлеб более-менее стабильный. Мы, конечно, поднимем цены на хлеб, потому что у меня есть все основания, понимание, что они его купят. Но вы же общаетесь со своими, наверное, покупателями, объясняете им, как-то, да, получается. Да. Мы поднимали цены не так давно. Выборочно, правда, поднимали, потому что следим за себестоимостью продукции. И немножко страшновато всегда падать, потому что я их уже искренне люблю, у них тоже денег нет. Чисто у меня, знаете, вот такой момент, мне немножко людей тоже жалко, зарплаты же, я знаю, какие у нас полоски, но я им поднять не могу. У меня тоже люди, у меня ответственность есть перед ними. И я, когда это делаю внутренне, беспокоюсь очень, а все так спокоены, ну, конечно, мы же понимаем, да. Ну, да, конечно, ну что. И продолжают покупать. А я думаю, вот я переживала. Ну, есть такое, да. И сейчас тем более все будут поднимать, поэтому будет это нормально восприниматься. Просто, мне кажется, надо объяснять больше и говорить, что вот видите, у нас вся цепочка, она вот, каждое звенье цепочка подорожала, и поэтому мы вынуждены. Что по поводу спроса, почувствовали какое-то там, меньше стало людей приходить, или там уменьшился ли средний чек, как вот здесь, какие-то есть уже? Нет. Пока ничего, этого ничего. У нас как, у нас проходимость в день, в среду 200 человек приходит. Сколько в месяц? В день 200 человек, 200. 200, 200, то есть вы бьете 200 чеков в день, получается, да? Да, 80-200 чеков. Вот так. Выходные дни поменьше бывает, и 150, но там берут побольше всегда выходные дни, средний чек больше. Вот, я пока не заметила, все наши приходят. Но я думаю, что, я уже потому и не заметила, что мы уже пережили эту пандемию. Уже, особенно первая волна, когда всех посадили на удаленку, это была катастрофа. Вам уже ничего не страшно? Вам уже ничего не страшно? Не то, чтобы не страшно, но я уже считаю, будет, что будет. Мы работаем. Как? Работаем, продолжаем. Те, кто наш хлеб попробовал, они не могут другой есть. Это правда, вам все об этом говорят, нам вам говорить, да? Ну да, да, да. Они реально, они не могут уже. Вот мы тут, был у нас период, два года назад, мы с одного помещения соседнего перебрались в другое. То есть, по большому счету, опять сделали ремонт и перебрались в соседнее помещение. И нас не было на рынке около 10-15 дней. Так это же вообще, они потом в первый день такую очередь устроили. То есть, это было, так надо закрываться периодически, потому что это вот, он говорит, ну что натворили у них все. И поэтому у меня есть уверенность, что хлеб они будут брать, потому что, ну потому что это другой продукт. Что там говорится, совсем другой продукт. С людьми мы разговариваем, любим своих очень покупателей. Ну, расстраиваюсь я, потому что, потому что вот, потому что вот так. Ну, приходится, да, идти на такие меры. Наталья, спасибо вам огромное за комментарии, за эту историю чудесную. Конечно, очень приятно это слышать, что вот, ну вот, как-то вот, как-то меняется жизнь, и мы на это тоже влияем в хорошем смысле. Вот, я желаю вам всячески очень крепко стоять на ногах, перейти вот этот период турбулентности. У вас хорошая команда, я так понимаю, за вашими плечами. Вот, у вас любимые клиенты, и будем надеяться, что мы все это пройдем. Мы будем, в общем-то, кормить людей настоящим хлебом, вот, и они будут нас за это благодарить. Вам спасибо, Антон, что вы обратили на меня внимание. Я за вами слежу, я за вами слежу. Спасибо, ну потому что вы, вы на самом деле много для меня сделали. Получается так, косвенно, но все-таки благодаря вам это все произошло. в моей жизни. Еще раз вам большое спасибо. Спасибо, Наталья. Спасибо.